Поэтический вечер На учебе мы играем, мы из консерватории, мы играем академическую музыку. Это уже, да, это идет совершенно другое, здесь другие приемы. Мне нравится тем, что, в принципе, как на гитаре можно сыграть в бою. Какие-то новые фишки можно найти, приемы, которые не используются в академической музыке. Например, вы можете показать? Вечер Главной темой вечера стали очерки внутреннего «Я» здесь. Каждый смело говорил о чувствах, стихах и в прозе. Одним из необычных способов выражения своих эмоций стали сказки. О любви не тая, так называется блок, в котором молодые начинающие поэты рассказали о любви к женщине, к миру и к жизни. Любить – это значит творить чудеса и преодолевать преграды не только вокруг себя, но и внутри. А любовь – это волшебная сила и изменение обоих на встречу друг другу. Современное творчество пусть и отличается своей эксцентричностью, захватывает своей дерзостью и прямолинейностью, но все же основывается на уже существующих жанрах и основах. Барды – это песенный жанр, возникший еще в середине 20 века. Одним из классиков бардовской музыки считается Владимир Высоцкий. Сегодня молодежь не меньше увлечена этим способом самовыражения. Я его услышал на Грушевском фестивале два года назад. Мне он очень понравился именно эмоционально своей, как он исполняет, нежели голос, нежели гитары. Это мне очень понравилось. Чем отличаются песни бардовские? Ну, конечно, другое время, поэтому и другие песни. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюс.